Эти животные на 95% состоят из воды. У них нет мозга и они едят и спражняются из одного и того же канала. Однако медузы оснащены удивительно сложным и эффективным оружием. У большинства видов имеются стрекательные клетки . Перед тем, как эти клетки выпускают свое жало, внутреннее давление достигает до 136 атмосфер, после чего они стрекаются, выпуская свой гарпун с ускорением 40 тысяч жизнь. Лишь за первую секунду гарпун может пролететь 200 километров. Это одно из самых быстрых движений в природе и даже быстрее, чем пуля. Хотя они эволюционировали, чтобы нападать на мелких рыб, клетки медузы также играют оборонительную роль. Для человека токсичность варьируется от легкого раздражения и до потенциально смертельного состояния, когда смерть может наступить за считанные минуты. 5 наиболее опасных медуз в мире. 5 место. Морская копива. Эта медуза распространена вдоль объекта бережи в Северной Америке. По всей видимости, их чаще можно увидеть около Часатикского залива. Здесь они соединяются и формируют огромные цветы. Это технический термин для множества медуз, что в летние месяцы представляет угрозу для попсов. Большие медузы достигают до 30 сантиметров в диаметре. У них имеется 24 щупальца, которые достигают более двух метров в длину. И именно на них находятся печально известные свекательные клетки. Прикосновение к морской копиве может быть чрезвычайно болезненным, и примерно на час на коже остается болезненная сын. Они вообще не опасны, хотя очень редко необходима медицинская помощь. Имеется сообщение, что укусы более экзотического вида, более плачевные. Четвертое место – волосистая цианея. Это крупнейший вид медузы, известный человеку. В диаметре она может достигать до двух с половиной метров и более, а щупальца тянутся свыше 30 метров. Эти желейные монстры могут весить около четверти тонны. Они также собираются в большие стаи, что означает, что на пляже они могут серьезно помешать вам отдыхать. Волосистая цианея – это холодноводный вид, и ее можно встретить по всей Северной Атлантике, включая Великобританию. Она также может находиться в холодных австралийских водах, где некоторые спасатели якобы носят колготки, чтобы частично защититься от укусов. Сам по себе укус может быть весьма болезненным. Известно, что, как и у большинства медуз, жал остается активным в течение длительного времени, после смерти самой медузы. В ходе одного инцидента на пляже в Ньюгеншире в США, Цианея была разрублена винтами и, по сообщениям, отдельные щупальца ужалили 150 человек. 3 место. Португальский кораблик. Честно говоря, португальский кораблик или навозная муха, физалия, не медуза вообще. На самом деле это даже не одно животное, это колония организмов, существующих вместе в условиях мира и гармонии. Название связано с пузырем, который действует как поплавок и парус, а в XVII веке он людям напоминал военно-морские суда, именно тогда его назвали военным корабликом. В Австралии его называют «синей бутылкой», потому что он синего цвета. Кораблик встречается во всех мировых океанах и даже был замечен на далеком севере, в Шотландии. Это в значительной степени связано с теплым течением Гольфстрин. Укус португальского кораблика очень болезненный, только в одной Австралии ежегодно происходит около 10 тысяч укусов. Сам укус характеризуется болезненным ощущением, как будто вас ударили пнутом по коже. Это может длиться от одного часа до нескольких дней. Основным риском являются системные эффекты яда. В тяжелых случаях за интенсивной болью следует лихорадка, шок и нарушенная работа сердца и легких, что может привести к смерти. В августе 2018 года десятки медуз были замечены на пляжах индийского города Мумбаи. Они ужалили 100 человек на пляжах Джуху и Акса, вызвав панику и страх среди людей. Ядовитая жала португальского кораблика может убить рыбу, но не людей. Некоторые владельцы магазинов пытались помочь жертвам, потирая лимоном пораженную область для немедленного облегчения. На пораженную область стоит полить небольшое количество уксуса и горячей воды, сообщил тогда индийский государственный комиссар по рыболовству. Второе место. Медуза Ируканджи. Это небольшие по размерам медузы, но их размер отлично компенсируется силой яда. Название она получила от Ируканджи, племени Северной Австралии, где впервые увидели этих медуз. Однако эта медуза очень широко распространена, ее можно обнаружить очень далеко, даже на Британских островах. В диаметре всего 5 мм и щупальцами менее 1 мм это одно из самых маленьких членов отряда Куба Медуз. Яд безумно сильный, он более чем в 100 раз сильнее, чем у кобры. В дополнение к этому медуза Ируканджи является уникальным по строению своих вспыхательных клеток, а также щупалец. Один укус не убьет, если не будет дано соответствующее лечение. Некритические укусы могут привести к синдрому Ируканджи. Тогда появляются такие симптомы, как мучительная судорога, сильные боли в спине и почках, жжение кожи и лица, рвота, головная боль и учащение сердцебиения. Жертвы также описывали чувство обреченности. Хорошей новостью является то, что сам укус не очень болезненный. 1 место. Морская оса. Существует много видов кубомедуз, которые получили свое название благодаря своим кубовидным телам. Многие кубомедузы особенно ядовиты, как большая морская оса, у нее самый сильный яд. Ее яд стоит на втором месте по силе среди всех животных, географический конус находится на первом, и один укус может иногда оказаться смертельным. Наряду с другими кубомедузами они ответственны, по крайней мере, за 5568 официально зарегистрированных смертей с 1954 года. В Австралии эти медузы ежегодно убивают одного человека и еще 100 человек в Юго-Восточной Азии. 15 щуполиц могут достигать до трех метров в длину, и каждая покрыта около полумиллиона ядовитыми микроскопическими истрекательными клетками. Предполагается, что каждое животное содержит достаточно яда, чтобы убить 60 взрослых людей. Яд действует слишком быстро, и он может убить за несколько минут, вызывая сердечно-сосудистую недостаточность. Он также поражает нервную систему и клетки кожи. Фактически жало сравнивать с прикосновением красного горячего утюга. Также сообщалось, что боль может быть настолько сильной, что может привести к шоку, последующим утоплением или остановкой сердца. Боль может продолжаться в течение нескольких недель, и после на теле остаются рубцы, напоминающие отметину от кнута. У нее 24 глаза, 4 мозга и впечатляющих 60 тональных областей. Безусловно, это передовое грозное существо. Это был список из пяти самых опасных для человека медуз. На этом все. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин